добрый день милые дамы уважаемые господа с вами Светлана Амельян в этом видео мы продолжим говорить о том как сделать хорошее фото с мобильного телефона на примере телефона на платформе android мой телефон samsung и сегодня мы рассмотрим такое свойство фотографии как размер чтобы выбрать то в каком размере мы будем делать фотографию мы с панели управления нажимая на камеру переходим в первое меню в котором есть возможность выбрать то какого размера мы хотим делать фотографию нажимая на вот этот кружочек на котором написано в данный момент 6,2 мегапикселя мы попадаем в меню где нам предлагается выбрать какие же другие варианты этого размера мы можем использовать в моем телефоне всего пять таких вариантов начиная с самого большого до самого маленького который позволяет делать мой телефон и вот этот размер 6 0 он формируется из перемножения размеров по высоте и по ширине фотографии и если мы возьмем 3 264 умножим на 1836 пикселей по каждой стороне то получится 5 миллионов и девятьсот девяносто два мега используя меню мы можем выбрать размеры больше либо меньше чем у меня здесь написаны пропорции 4 к 3 16 к 9 один к одному то есть например квадрат 4 к 3 но другого размера и 16 к 9 на что влияют эти размеры конечно надо понимать что чем больше вот это число тем больше вес фотографии тем больше объема вашего носителя на карте памяти будет занимать эта фотография так как на моем фотоаппарате мне не продемонстрировать в достаточно наглядной мере на слайдах к чему приведет изменение размера то я взяла на фотоаппарате у которого есть минимальный размер 640 на 480 и здесь получается 03 мегапикселя причем размер этого файла 134 килобайт этот же сюжет сделанный на фотоаппарате который у меня установлен на штатив но уже в размере 4608 пикселей по одной стороне общем дает примерно 16 мегапикселей размер этого файла уже 6 и 7 мегабайт то есть если мы выложим эти два файла рядом то их естественный размер будет выглядеть вот таким образом то есть вот этот файл в котором 640 на 480 он во много во много раз меньше чем файл который сделан с большими размерами сторон если мы фотографируем для того чтобы выкладывать фотографию один в один в инстаграм либо чтобы похвастаться в телефоне то в принципе вот такие большие фотографии нам может быть даже будут вредны однако очень часто происходит так что мы сделали какой-то хороший снимок и на нем очень много артефактов которые нам совершенно не нужны например мы хотим сделать фотографию кота здесь труба ржавая бочка кирпичи и мы стараемся увеличить и видим что получается достаточно четко неразмытое практически неразмытое изображение почему потому что файл был достаточно большим чтобы продемонстрировать это в более наглядном формате я взяла две фотографии сделанные на штативе один и тот же сюжет но с разными размерами первое это 640 на 480 второй этот же сюжет но 4608 на 356 и если я докладываю эти фотографии одну на другую здесь я удалила часть нижней фотографии и так как они у меня сделаны на штативе то вы видите что они совпадают но фотография которая сделана с размером 640 на 480 и фотографии которая сделана 4608 на 3 456 кардинально отличаются по качеству несмотря на то что вот эта часть от нас находится дальше она четкая неразмытая вот эта часть флакона она несмотря на то что находится близко к нам она размытая она нечеткая точно так же и с котом нижняя часть который относится к фотографии на 640 мутная поэтому если мы захотим эту фотографию использовать для выкладывания в инстаграм то 640 на 480 нам очень хорошо подойдет однако если же мы захотим эту фотографию превратить в партрет либо выложить в каком-то увеличенном размере то к сожалению мы увидим что сюжет размытый он очень некачественный поэтому когда вы делаете фотографию то все-таки заранее определяйте для чего вам нужна эта фотография что вы с ней будете в дальнейшем делать потому что опытные фотографы считают что применение зума привели приближение изначально к себе изображение менее качественно чем если вы увеличиваете фотографию сфотографирована на большой установочный размер но из которого вы потом выбираете нужный вам фрагмент и увеличиваете его уже в каких-то программах для обработки фотографий обычно такие большие размеры нам не нужны так как они занимают очень много места на памяти телефона то после каждой фотосессии приходится телефон подчищать убирать фотографии которые были отсняты именно в этой фотосессии для того чтобы освободить память для дальнейшей работы в следующий раз мы поговорим о режимах измерения для чего они нужны и как они влияют на качество съемки